Мы находились, находимся и будем находиться до скончания света на исконной чеченской земле Ичкирия. А где мы находимся? В Грозном, или в Гудермесе, или в Найжой Юрте, или в другом регионе? Это суть нисколько не меняет. Мы дома. Русизм страшнее фашизма, нацизма, расизма, всех человеконенавистческих диалогов. Хотят они того или нет. И этот страшный недуг, наверное, можно вылечить только тягчайшими испытаниями. Единственный, наверное, народ на земле, вообще ни во что не верующий, бездуховный, безнравственный и отстал от уровня развития человечества. Безнадежно и надолго. Это русский. Никакой веры нет. Никакой вере не подчиняется. Не привержены никакой духовности, нравственности. Отсюда и морали. И морали. И это, к великому несчастью самого же российского народа, в массовом масштабе. То, что делается. Чечня – это только предлог. А по сути, это суть российского народа. Больного русизмом человека ненавистищества и диалоги. А за это трудно, надо расплачиваться. Испытания российскому народу предстоят очень тяжелые и прогноз неблагоприятный. Причины тому реальные. Нет идей. Идея коммунизма, социализма, построения общества равных возможностей, как мыльный пузырь лопнула. Все потому, что строилась на идее русизма. Раз нет идей, к тому же и нет правового государства российского. Нет легитимности самого государства, ни одной ветви власти. А раз нет ни идеи, ни легитимности государства и ветви ее власти, значит нет места и политики, и внутренней, и внешней. А раз нет и третьего компонента, нет места и идеологии. Тогда нет и мотивов, и нет стимула. На этом заканчивается перспектива. Это один путь. Другой путь развития цивилизации человечества – это духовность. Русские – неверующие. Ни в Христа, ни в Магомета, ни в Будту, ни во что. А чтобы народ стал целый духовным, минимум надо над этим работать, чтобы сменилось три поколения. И этот путь закрыт. Где взять идеи для такой массы человечества? Можно бы идти, по примеру, Запада, сделать своей идеей доллар, Богом своим. В этом случае тупик. Россия считанное время, гражданской войной, вперед передела власть, нелегитимности государств, ветвей власти, разграничения, разгосударствления, собственности. Вот в этот период такая идея настолько опасная, что все возьмут булыжники, у кого есть автомат, так то и ракету, и гражданской войной будут разрешать этот спор. Этот тоже путь закрыт. Оба пути – и духовности, и идеи новой – пути закрыты. Сейчас пытаются политики, идеологи. Третий избрать путь – это славянизация, объединение на славянской основе. Из этого тоже ничего не выйдет, поскольку главный составляющий компонент славянизации – украинцы никогда не смирятся с русификацией и с русизмом. Есть только один путь для развития российского государства и народов. но я его вам не скажу. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok